Дорогие девушки, здравствуйте! Я хотела сделать небольшой ролик. Я сейчас нахожусь в отпуске, в небольшом мини-отпуске, и показать, что же я беру с собой в поездке. Я нахожусь в Мурманске. Отпуск у меня мы специально выбрали с друзьями, съездили на Тереберку. И это, конечно, суровый климат. Сейчас у нас середина мая, но все равно мы попали под разные климатические условия. И снег, и дождь, и солнце, и ветер. Все подряд. Поэтому, когда понимаешь, что нужно будет защитить свою кожу, соответственно, выбираешь и средства, которые в итоге помогают тебе сохранить или восстановить после каких-то экстремальных условий. Что же я с собой беру? Значит, что касается ухода. Я понимаю, что мы ездили на море Баренцево. Там будет ветер. Мы два часа катались на... Что это был? Катер? Или это баржа? Или что это? Ну, короче, какая-то посудина. К сожалению, мы не выяснили, что это такое. Вот. Ну, катер, да. Скорее всего, катер. И там был жуткий ветер. Соответственно, кожа обветривается. И потом приходится ее очень здорово восстанавливать. Мне таки приехали все красные. Соответственно, я с тобой всегда, когда еду... Точнее, дома, когда я использую косметику, у меня там есть, например, некоторые средства, которые я специально оставляю... Ну, не до конца использую, например, у меня там масло для волос. И остается несколько капель. И я не выбрасываю и до конца не использую. Потому что, понимаешь, когда поеду куда-то, я возьму это средство, и у меня как раз будет не полный объем, а чуть-чуть. И вот так вот я беру практически все средства, где на донушке остаются еще капли, которые я могу использовать. Такой вот лайфхак. Дальше. Ну, из косметики, в принципе, у меня все такое традиционное. Я начну, наверное, с ухода. Ухода, да, потому что самое главное. Жак-ски. Средства для снятия макияжа, для средств водостойких, СПФ. Это гидрофильное масло, которое используется вечером. На макияж вы наносите на сухую кожу, чуть-чуть помассировали, потом водой, и получается идеальная чистота. Очень советую. Дальше. Следующий этап у меня. Я всегда тоже с собой беру вот такие листья. Видите, тоже вот осталось тут совсем немного, для того, чтобы в течение дня или в самолете, или в дороге освежить лицо. Сейчас вообще эти средства... Это ж такое, да? Да, 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 да. Да, да, да. Можно обновить макияж. Даже дело не в том, чтобы обновить макияж, а в том, чтобы дополнительно увлажнить кожу. И чем чаще в течение дня вы это делаете, если это необходимо, конечно же, тем лучше для вашей кожи. Вы как будто бы каждый раз наносите, как крем. Но только это мистер. Мистер в виде спрея, увлажняющий и при этом еще очень хорошо успокаивает кожу. Поэтому, когда вот ветер, когда солнце, это не то, чтобы вы прям на улице это делаете, нет. Я обычно уже, когда все сели, например, в машину там или пришли на обед, пшик-пшик, чуть-чуть промокнула. И замечательно. У меня такой мистер. Дальше. Вот такие вот у меня дёрки я беру. Это у меня с собой шампунь для волос. И также вот у меня была с собой маска для волос. То, что там осталось совсем немножко. В итоге как раз я на обратном пути некоторые у меня баночки пустые или тюбики выбрасываю. Тем самым облегчаю свой багаж. Обязательно тоже сейчас сопровождающая меня это патчи для глаз. Пользуемся всей компанией, понимаете. И утром, и вечером. Опять же, чтобы восстановить кожу. Теперь и мальчики, и девочки всем наносим. Все очень довольны. Это как раз, чтобы увлажнить и наполнить кожу. После опять же ветра, солнца. И вообще, когда встаешь после переездов длительных. Поэтому нанесли. Я наношу на нижние веки, на верхние. И еще вот сюда на носогубные складки. Дальше. Средства для глаз. Я Нжак тестирую сейчас новую сыворотку. Купила недавно. Пока ничего не могу сказать. Буквально пару дней ей пользуюсь. Здесь целый флакончик. Но посмотрим. Потом расскажу. Сыворотка для лица. Тоже. Санжак Скин. Я уже пользуюсь ей в несколько месяцев. Результат потрясающий. Поэтому, если вы ищете средства антиэйдж, очень советую. Собственного производства. Дальше. Где она продается? На Валборис. Да, мои средства продаются на Валборис. Так, дальше. Что касается косметички. Вот такая вот косметичка. Она у меня с двойным дном. Здесь у меня различные кисточки, карандаши и так далее. А тут уже полный набор всего остального. Я сейчас тестирую новый тоже тональный крем. Его взяла с собой. Мне он очень понравился. Он без SPF. Это какой-то новый бренд. Называется Color Bar. Очень удобная упаковка. Смотрите, видите, как вы нажимаете. И отсюда выходит крем. Дальше. Крем для лица. Тоже вот у меня бывают такие есть миниатюрки. В магазине дарят. Или можно купить тревел-вариант. Очень удобно. Чтобы небольшую банку брать. И вот бывают еще всякие такие подарочки. Я как раз была тестировала. Тоже это крем. Это же янжак. Корейский, да. Здесь крем. Он как успокаивающий. Но, кстати, я его им так и не воспользовалась. Так. Дальше. Ой, я забыла сказать. У меня же есть еще тоник. Это тоник. Я тестирую. Это тоже в дальнейшем будет мое производство. Пока его нету. Я тестирую. Как только пойму, что он в порядке, обязательно он выйдет в продажу. Так. Капельки для глаз сопровождающие. Чтобы глаза блестели. И опять же всякие вот такие вот миниатюрки. Это у меня La Roche-Posay. Любимая сыворотка тоже многими девушками. И эта сыворотка в такой миниатюрке. Тоже очень удобно. Косметички. Еще я люблю вот такие вот еще ароматы. Покупаю специальный набор небольшой. Это у меня By Red. И вот такие миниатюрки тоже обожаю. Ой, кстати, сегодня еще не прескалась. Так. СПИ. Чтобы не блестеть. Немножко припудрю. У меня еще есть одна косметичка, которая в сумочке. И вот такая вот пудра, которая дает очень хороший эффект матовости. Поэтому после того, как у меня уже зафиксировался СПФ, я немножко наношу пудру. Только на центральную зону. Очень удобно. Мне в принципе хватает практически на этот день. Ну, все зависит от того, насколько вы активно проводите этот день. Это у меня Монлипро пудра транспарантная. Дальше. Так, что же у меня еще с собой? Консилеры. Консилеры, да, мой любой. Я беру сразу несколько. У меня три или четыре консилера с собой. Один в одной косметичке, другие в другой. Это у меня Клоранц. Тоже такой один из популярных. И мой любимый, тоже у меня подруги любят, Шик. Так. Вот такие миниатюрки тоже для снятия макияжа. Это мусс или гель какой-нибудь. Обязательно беру. Для стойкости. Карандаш. Маркер для бровей. Из любимых у меня Диваш. В последнее время чуть не могу найти. Надо купить, пойти. Пока использую Вильен Сабо. Но Диваш мне нравится значительно больше. Так. Коля, интересно? Нормально? Нет, это не прямая первая записи. Да. Так. Тоже запровождающая такая штучка. Это гуаша на всякий случай. Конечно. Легкий массаж, противоотечности. Остатки. Назбаза по тени. Буду искать ее дальше. Потому что это лучшее, что у меня пока есть. Мне больше всего нравится по стойкости. Так. Чего там смеетесь? Да. Недавно купила... Так. Это мне кто? Это мне кто? Вот это Шарлотта Тилбори. Хайлайтер. Очень классный, очень красивый. Но есть одно но. Если вы его неправильно закроете, точнее не закроете, то он тогда весь вытекает. В чем тут особенность? В том, что здесь есть вот такой вот механизм, что когда нужно, чтобы средство вышло, нужно открыть. Если вы не закройте, то в течение... Так как тюбик мягкий, в течение какого-то времени, при нажатии, все оттуда выходит. И в итоге у меня половина хайлайтера осталась в упаковке. Это не очень удобно. Теперь я понимаю, что мне нужно за этим следить. Так. Без скерлера я никуда. У меня обязательный атрибут. Потому что можно просто наскрыть ресницы, подкрутить и больше ничего не делать. Но, хочу сказать, мы с девочками всегда красивые. И в море, и в лесу. О, да, Марина? Да. У нас нет такого, что мы отдыхаем от красоты. Со мной не забалуешь. Вот так. Так, дальше. Недавно мне привезли тушь Sensei 38. Термотушь. Моя самая любимая. Потому что она дает очень хороший объем ресницы. Поэтому я ее периодически заказываю. И в качестве теней тоже много не набираю. Беру какую-то универсальную палетку. В этот раз у меня это Романова Майкап. Специи Какао называется. Вот такая палетка. Мне ее хватает. Как же без бронзера? Никак. Мой любимый бронзер на сегодняшний день. И не только мой. Мы тут все пользуемся бронзером. Это Kiko. Номер 102. Советую. Потому что матовый. Он просто очень классный. Любимый блеск у меня. Art Deco. Номер 10 тоже. Он натуральный. И можно как вечерний вариант. И как дневной. Очень прекрасный. Прекрасный. И просто как бальзам. Когда особенно если погода. Там не знаю. Ветер, солнце. Литва краснеет. Чем темнее и краснее будут губы. Такой более малиновый цвет. Тем свежее будет внутри лицо. Байфхак. Так. Карандаш для бровей. Манли ПРО. Цвет Мускат. И Манли ПРО я беру с собой кисточки. У меня с собой 4 кисточки. У меня этого достаточно. В итоге я пользуюсь примянкой. В основном вот эти вот. Для растушевки. И одна универсальная. Для румян. Для пудры. Для всего. Короче. Так. Ель до бровей. Купила здесь в магазине. Маркер. Маркер. Тинет карандаш. Который. Можем сделать контур. Я пока не поняла. Буду тестировать. Потому что по цвету на руке он красивый. А на губах почему-то нарисует белую линию. Не понимаю. Буду тестировать дальше. Потом расскажу. Так. Ну. В общем все. Супер вещь. Текстурайзер. Кто не знает. Это такое спасение. Когда нужно сделать волосы объемными. Но при этом как бы не долго их укладывать. Высушили волосы. А потом прыскаете. Вот так вот на всю голову. И у вас волосы становятся толще. Потом ключевое. Нужно обязательно очень хорошо все это расчесать. И волосы становятся более объемными. Очень удобно. Сохраняется дольше укладка. Так. Ну. Вот. В общем-то. Все, что есть в моей косметичке. И это косметичка на 3 дня. Спасибо за внимание. Надеюсь было полезно. Будут какие-то вопросы. Пишите. Я обязательно пересчитаю. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok